Расскажу тебе про квест единорога. О, кто-то пришел, я открою. Что? Ты куда? Эй, никого? Ладно, наверное, Тимми шалит. Привет. О, ты кто? Не переживай, деточка. Смотри, я принесла тебе сюрприз. О, класс. Подожди, не трогай. Это волшебный подарок, смотри. Вау, круто. Да? Это кто? Ты кто? Упс, у меня пора, Ники. Ого, ты кого впустила в дом? Ты снова что-то заказала на Амазоне? Давай посмотрим. Тут подарки. Класс. А давай откроем один? Давай, конечно. Ну что там, покажи. Так, похоже, это робот. Давай его откроем. Ого, куда это он? Не знаю. А, лови его. Я пытаюсь. У меня больше нет сил за ним гоняться. Вот он. Чего? О, красотка, ты сама здесь отдыхаешь. О, как мило. Он влюбился в кофемашину. Воровство – это не преступление, это искусство. Отдай. И мне в нем нет равных. Верни. В этот раз она не найдет мои сбережения. Я всегда нахожу ее тайники, где бы она не пыталась спрятать от меня деньги. В конце концов, они оказываются у меня. Ага, отдавай. Мы еще не закончили. Да-да. О, достало. Я уже и не знаю, где спрятать деньги. Это что такое? О, отлично. Надежное хранилище для моих сбережений. Угу. Главное, чтобы Ники не увидела, куда я прячу свои деньги на колледж. Ха, какой крутой сейф. Ммм, а это мусор. Итак, засовываю купюру в купюроприемник. И еще сотню. Ммм. Отлично. Теперь надо ввести секретную комбинацию, которую знаю только я. И теперь ты готова. Ммм. Ага. Да. Ага. Она думает, я не доберусь до ее денег. Я профессионал. И не такие сейфы вскрывала. Ага. Но ничего не выходит. Эй, привет. Помоги мне подобрать этот код. Напиши в комментариях, какие цвета в Веломолли. Ага. Пиу, пиу. О, приглашение на вечеринку. Но что мне надеть? Ладно, посмотрю свой гардероб. О, нет. Мне нечего надеть. О, подарок. Интересно, что внутри. Ага. Обожаю рвать упаковки. Вау, это степлер для стразов. Не терпится его опробовать. Так. Надеваем. Закрепляем. Я всегда читаю инструкции. Сделаю из старой футболки крутую футболку для вечеринки. Ммм. Это так просто и так весело. Мне нравится. Не могу остановиться. Ага. Больше стразов. Еще больше. Еще. И еще. И еще. Я сошла с ума. Но ничего не могу поделать. Хочется все залепить. Маленькие блестяшки. Мои прелести. Ха-ха. О, теперь у меня все в стразах. Круто. Сидит. Идеально. О, нет. Мои волосы. Это катастрофа. Наверняка среди подарков есть какой-нибудь гаджет. О, стайлер. Вот так удачи. Сделаю себе крутую прическу. О, класс. Мне идут кудряшки. Словно пружинка из волос. Можно прыгать на голове. Алло, да. Я иду на вечеринку. Там должно быть весело. Ой-ой. Телефон забыла. Что из этого? Телефон? А, да, точно. Алло. Эта игрушка мне уже надоела. Уже не знаю, как с ней поиграть. О, кому-то нужна новая кукла. У меня кое-что есть для тебя. Новая большая кукла для послушной девочки. Ники. О, новая кукла. Круто. Скорей бы ей поиграть. Какая же она красивая. Скорей идем поиграем. Да, да. Какая большая коробка. А моя заводская упаковка целлофан. Хочу в коробку. О, как здесь просторно. Молли, смотри, какая кукла. Вау, крутая. А чего ты упаковку не выбросила? Я устала за тобой ходить убираться. Я домработницей не нанималась. Обидненько. Эту кучу подарков мы будем разбирать до следующего Рождества. Ерунда какая-то. А что у тебя? Пока не знаю. О, это собака-робот. Скорей, распаковывай. О, часы управления диджитал питомцем. Молли, смотри, он играется какой забавный. Ему нравится наш дом. О, он испортил воздух. Это он так одобряет новый дом. Поиграем с хорошим мальчиком? Давай. Песик, принеси палочку. Давай, давай. О, он не хочет нести палочку. Я бы так же поступила. Материнская плата, это поинтересней. Смотри, он идет за ней. О, нет, села батарейка. А что из этого может зарядить нашего робопса? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Помоги нам зарядить питомца. Что из этих штук нам использовать? Сейчас расчешусь. О, где моя расческа? О, ты. Отдай ее. Зачем ты ее погрыз? Плохой мальчик, плохой мальчик. Эй, ты куда? Давай все здесь разнесу. Этой расческой я не собираюсь делать прическу. Ее придется выбросить. Эй, держи подарок. О, это мне? Круто, спасибо. Интересно, что там? О, да, я так и думала. А, 3D-ручка. Класс, я мечтала о такой. Не терпится уже что-то нарисовать. Это точно будет весело. Вставляем картридж. И погнали. Нарисую себе новую расческу прямо на старый. Вот так. Ох, и зубки у песика. Я все равно справилась. Вот только зубчики чуть кривые. Попробую. Ой, застряла. Теперь так и буду ходить. Что, песик, ты мне хочешь что-то сказать? А, поняла. Давай посмотрим, что там. О, класс. Это какой-то гаджет. О, это же для заплетания косичек. Давно хотела такое попробовать. Ого, как быстро, круто. Надо бы перед вечеринкой взбодриться чашечкой кофе. Ау, мой зуб. О, я знаю, что с ним делать. Заработаю на этом состоянии. Но с конфетами лучше завязать. Подожду зубную фею. Эх, где ее носит? Наверное, куча дел. О, может, я ее не заметила? Где мои деньги? Неужели мой зуб ничего не стоит? О, как я сразу не подумала. Ого, тише, тише. Сейчас я тебя выпущу. Так, давай вылезай. Ого, круто. Ты реально летаешь. Невероятно. Как красиво. Вау. Ну, а что там по деньгам, подруга? Мне обещали быстрые выплаты. Ну, наконец-то. О, я рассчитывала минимум на сотню баксов. Ммм, мои сбережения не особо пополнились. О, дружище, поставь, пожалуйста, лайк под этим видео. С каждым лайком я зарабатываю один доллар. О, так быстро, спасибо. Ммм, я проголодалась. А значит, самое время приготовить что-нибудь вкусненькое. Начну с полезных фруктов. Я посмотрела достаточно видео о вредной еде, чтобы тщательно подходить к формированию своего рациона. Я стащу один бананчик. Ммм, куда собралась? Достала со своими правилами. Ммм. Я просто посмотрю, не переживай. Ладно, только на расстоянии. А то я могу пораниться, если буду отвлекаться. Я принесу тарелку. Хорошо, иди поиграйся. Я тут серьезно занята. Угу. О, яблочко, сойдет. Молодец, я почти закончила. Осталось совсем немного. Ага. Можно есть. Нет, нельзя. Хорошо. На вкус яблоко. А что у тебя? О, это особенный девайс. Сейчас покажу. Пока непонятно. Прояви немного терпения, юная леди. Ммм, засыпаем фрукты в колбу. Ммм, уже красиво. А теперь закрываем ее. Ммм, а может добавим сиропов? Этот точно нет. А вот этот можно. Заливаем наши вкусняшки. И твоего любимого тоже немного добавлю. Ммм, думаю, достаточно. Можно взбивать нашу фруктовую супер-смесь. Ха-ха. Да. Э, Ники, смотри, как красиво. Ммм, это будет ураган вкусов. Иди сюда, Ники, попробуй. О, давай. Хи-хи. Блэ, слишком сладко. Ммм, о, что за странные ощущения на зубах. С ними все в порядке. А, надо пойти посмотреть в зеркало. О, нет, они желтее спанч-боба. Распакую подарок для моих зубов. Супер. Давай. Ммм, вылезай. Отлично. Вот твое идеальное место. Теперь берем зубную пасту и вставляем ее вот так. Ха-ха. А теперь зубную щетку подносим к дозатору и чистим зубы. Ммм, я хочу снова улыбаться без стеснений. Ох, не сработало. О, точно, отбеливающий девайс. Вернет мне былую улыбку. Ммм. Теперь я ослепительно прекрасна. Ммм. А, обожаю поп-тьюбы. Да. О, Никки так небрежно обращается со своими куклами. Ммм. Сделаю кукле крутое кресло из поп-тьюбов. Не перестаю удивляться, насколько гениален мой ум. Так. Кресло готово. Угу. Располагайтесь, дамочка. Ой. О, цветы уже вянут. Надо их полить. Оу. Пульверизатор сломался. О, какая жалость. Ха, ну у меня же есть еще поп-тьюбы. Жди здесь. Ну что, кран, думаешь, спрятался от цветка и у меня ничего не получится? Это мы еще посмотрим. Хмм. Плотно соединяем все поп-тьюбы, и тогда у нас получается шланг для полива моего газона. Оу, забыла воду включить. Бегу-бегу. О, получилось. Да. Цветочек ожил. Это ли не чудо? Ой, забыла воду выключить. О, еле успела. Фу. Мой кофе готов. Какой аромат. Эй, хватит бросаться подарками. Ладно, признаюсь, мне это нравится. Ну что там? А? Это ручка для кофе. Давно такую хотела. О, теперь нужно засыпать корицу в специальный отсек. Так. Угу. Готово. Сейчас как нарисую. Ммм. Ах, как прикольно. Хе-хе-хе. Мой кофе мне улыбается. И тут я поняла, у меня талант к рисованию остановиться невозможно. Хе-хе. Ах, похоже, у меня аллергия на корицу. Пора накрасить чудесные ноготки на моих идеальных пальцах. Ммм. Я слышала, что салатовый – это супертренд. Красотища. Ах, осталось только высушить. Ах, скорее бы. О, нет. Ааа. Ой-ой-ой. Ааа. Я словно огурец. Ааа. Фу, еле оттерла. Попробуй это. О, спасибо. Да кто это? Такой приятный человек подарки дарит. Что же это? Нет, серьезно. Что это за штука? А, я знаю. Это экспресс-сушка для ногтей. Ах. Ого. Мощно. И действительно быстро. Оу. Воу. Куда подевались все подарки? Должно же остаться хоть что-то. О, да. Вот оно. Класс. Воу. Пикачу. Очки. Пойдем, Пика. Не поняла. А чего все с меня смеются? Со мной что-то не так? Опять туалетная бумага на обуви. Они смеются с моего тиктока. Я опозорилась. Да как они смеют смеяться над Молли? Отведайте моих молний. Ооо. Ооо. Все. Хватит плакать. Слезами горю не поможешь. Ты не должна сдаваться. Я больше не могу. Буду сидеть и плакать в своей комнате до конца жизни. Я такая несчастная. Ооо. 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 Не хочу. Хоть взгляни. Ооо. Спасибо, Пика. Ты всегда меня поддерживаешь. Я попробую ради тебя. Ради себя в первую очередь. Ооо. Ооо. Тут столько всего. Ооо. За дело. Эй, Пика. Я просто хотел повеселиться. Да. Очень смешно. Ооо. Ооо. Это же пенка для чистки лица. Чего и пропадать. Наносим, не жалеем. Так. А где массажер для чистки? Так. Похоже, это он. Ммм. А это приятно. Ха. Да. Ммм. Угу. Ха-ха. Теперь тщательно все вытираем. Вау. Под прыщами скрывалась настоящая красавица. Мне нравится. А теперь займись запахом изо рта. А что с ним? По-моему, нормально. И я заслужила парочку конфет. Эй, ты чего? Займись зубами. Ладно, ладно, займусь. Ммм. Хорошенько их почесть. Ммм. Ммм. Готово? Ну как? Ммм. Ослепительно прекрасно. Эх, посмотрим, что есть в моем модном гардеробе. Это вроде неплохо. Вау. Да я огонь. Хе. Запишу новое видео для кастинга. Теперь все меня полюбят. Ммм. Киккин де джор. Вэвин де коу-коу. Киккин де джор. О, что? Дизлайки? И мне нравится. Пора ее спасать, а то опять разрыдается. Хорошо, что у меня есть куча телефонов для спама. Хе-хе. Ну, погнали. О, лайки. Киккин де джор. Вэвин де коу-коу. Ла-ла-ла-ла. Хе-хе. Хе-хе. Больше лайков больше. Еще. Еще. Хе-хе. Хе-хе. Опс. Что? Им снова не нравится? Ого. Прям настолько не понравилось. Хе-хе-хе. Ну все. Хватит. Ты не можешь остановиться на полпути. Вот. Держи конфету и успокойся. О, конфету буду, спасибо. О, такая большая. Эй, это яблоко? Хе-хе. Это шутка, чтобы поднять тебе настроение. Ладно, попробую еще красивее стать. О, краска для волос. Ну, какую выбрать? Мм, чего тут думать? Конечно, желтая. Ну, не знаю, а может, розовая? Эй, как думаешь, для кастинга какой цвет лучше, розовый или желтый? Напиши в комментариях под видео. Да? Желтый самый лучший. Эй, Пика, смотри, какая штучка у девочки в Тик-Токе. Может, и мне такое попробовать? А? Дай взглянуть. Заказала эту штуку на корейском сайте, и я просто в восторге. Она творит чудеса с прической. А ну, дай попробовать. Эй, ты кто? Теперь и у меня такая есть. Распускаем. Так, засовываем прядь и просто вводим. Вот так. Вау, это невероятно. Эй, ничего не хочешь мне вернуть? Эта штука принадлежит мне. Прости, это не я, это все Пика. Игрушка. Фу, больше не буду воровать. Ты обвинила меня. Прости, я запаниковала. Смотри, они выбрали розовый. Ну, как скажете. Вау, как круто. Попробую украсить волосы вот этим. Так. Угу. Вот так. Идеально. Мне очень нравится. Да, мне тоже. А можно и мне попробовать? Можно. Иди сюда. Так, приступаем. Ай, 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 ай. Почти закончили. Ты невероятен. Взгляни в зеркало. Вау. Нравится? Если честно, то нет. Верни, как было. Этого никто не должен видеть. Окей, не кричи так. Хм, пора сделать мейкап, как крутые девчонки. Эээ, карандаши и краски. Эээ, Пикачу. Что? Я разукрашиваю. Да, но моей косметикой. Отдай. Пора нарисовать шедевр на этом лице. Ну что ж. Так, приступим. Угу. Вот здесь. И тут немного. Как там делали в ТикТоке? Вообще не так получилось. Наверное, надо было умыться сначала. Будь базавр. Не обзывайся. А, ты про раскраску. Не вылезай за границы. О, мои ногти. Они испачкались краской. Указательный только отрос после удара дверью. Сделаю новый маникюр. Только не вылезай за границы. Я не вылезаю. Уважай границы. Слушай, я тут сестре подарок купил. Но оказалось, у нее такой уже есть. Вау. За пять забираю. Окей, договорились. Я не могу дышать. Отпусти. Ау, ладно, прости. Я предупреждал. Я умею за себя постоять. Не знала, что у тебя есть сестра. Да, это по маме. Я видела такие штуки в ТикТоке. Какой бы выбрать? О, да. Вставляем, нажимаем. Ого, посмотри, какая красота. Мне идет. Да. Эх, как я хочу стать одной из Блэк Пинк. Не хочу больше быть ботаншей-лузершей. Хочу, чтобы меня любили. Мною восхищались. Вау, сердечко я поймала. Класс. О, а это идея. Нужно просто перепечатать его. Раз в Миссисипи достаточно. Получилось. И с другой стороны. Как тебе, Пика? Мне нравится. Тоже так хочу. Да, конечно. Давай сделаем. Валю, валю. Поймал, ну так. Упс, прости. О, рюкзак. Я больше не могу ходить с ботанским рюкзаком. Он вообще не подходит. О, точно. Где-то у меня была сумочка. Так, вот она. Угу, фэй. Опти. Сколько же здесь пыли. О, подушки. Пожертвую одной. Надеюсь, она знает, что делает. Зацени, какая сумочка. Похоже, у меня талант дизайнера сумочек. Займусь этим, когда уйду из Блэк Пинк. Так, сумочка есть. Теперь нужно ее украсить. Хорошо, что я так нигде и не наклеила эти стикеры. Да я просто гений. Ну что ж, моя третья попытка. В этот раз должно все получиться. Мне нравится твой настрой. Ого, похоже, и людям в интернете нравится. Да. Привет, я Молли. Хали-гали. Да меня обожают. У меня получилось. Не может быть. Неужели это она? Да, это я. Эй, мы видели вас в ТикТоке и предлагаем контракт с Блэк Пинк. Только не читайте мелкий шрифт. Просто подпишите. С удовольствием. Моя мечта сбылась. Оу, БиТиЭс? Что? Ну уж нет. Не может быть. Нет. Еще один кастинг в группу БиТиЭс. Молли их ненавидит. Глупые мальчишки. А еще их фанаты душные зануды. Казалось бы, ее комната единственное место, где она может от них скрыться. Но откуда здесь плакат БиТиЭс? Это похоже на полномасштабное вторжение в личное пространство. Молли, познакомься. С новым соседом это Габриэль. Габриэль только переехал, а уже обклеил все плакатами. Даже вещи не разобрал. Очевидно, что с его появлением чистота и порядок покидают комнату навсегда. Этот наглец вздумал тут командовать и посигнул на самое дорогое. Этому не бывать. Нужно немедленно поставить его на место. Но Молли крутая только в своей голове. На самом деле она даже побаивается Габриэла. Что? Табличка БиТиЭс? Это уже слишком. Молли решила сосредоточиться на кастинге в группу. Ведь тогда она сможет съехать из общежития и жить со своими кумирами. От маминых кексиков появляются части тела, которые не помещаются в джинсы. Изнурительные тренировки помогут от них избавиться. В следующий раз кексы стоит отдать Габриэлу. Расплата за вкусняшки не стоит того мимолетного наслаждения. Пот льется с Молли словно газировка в Бургер Кинге. Этот тренажер еще и генератор электричества во всем здании. Габриэл еще не зарядил телефон. Силы Молли на исходе. Ей нужна серьезная мотивация. Нет и не может быть лучшей мотивации, чем стать участником любимой группы. Она идет на рекорд. А Габриэл, наконец, онлайн. Он пролистал всю ленту ТикТока, и в ней катастрофически не хватает его. Мир обязан услышать его пение, чтобы понять, как делать не надо. Молли лучше будет слушать, как скрипит пенопласт, и при этом смотреть на сварку, чем как поет Габриэл. Его хореография похожа на набор нервных тиков, пока его бьет током. Тиков-токов, поняли шутку? Молли не сторонник насилия, но сейчас уверена, что порой оно вполне оправдано. Беруши — это последняя ее надежда. Жить с фанатом BTS — это самый страшный сон наяву. Ее уши совершили покушение на звезду кей-попа, которая еще не засияла, но уже вызывает ненависть. Молли некогда злиться на Габриэла. Ей нужно репетировать для кастинга. Это ее шанс, который нельзя упустить. Музыка должна быть громкой. Чем громче, тем круче. Ее старший брат играл в Сам 41. Он научил ее выкручивать крутилки на максимум. А главное, брат помог поставить на место нового соседа. Но так можно всю комнату разрушить. Молли решила не ломать, а строить. Полка гитара — отличная идея. Осталось придумать, куда ее повесить. Ну, конечно, пустое место на стене скорее надо занять, пока тут не появился плакат BTS. Габриэл любуется кумирами днями напролет. Но он ведь и вправду идеально вписывается в группу. Он позаботился о безопасности этой реликвии и может спокойно ложиться спать. Молли только и ждет, пока Габриэл замкнет глаза. Лица участников BTS ее сильно раздражают. Настолько, что она решила рискнуть и добраться сквозь лазерную защиту до этого снимка. Сработала сигнализация. Карамба! Габриэл проснулся, и преступница поймана с поличным. Он не верит своим глазам. Соседка испортила самое дорогое, что было в его жизни. Защитный лазер прожег фото, а с ним сердце парня. Он бы сделал что-то плохое, если бы не пришел курьер. Это подарок для лучшего фаната лучшей группы. А теперь они спорят, для кого это из них. Курьер не стал дожидаться чаевых. А откуда деньги у фанатов кей-поп-музыки? Парень оказался сильней, а Молли хитрей. Так это никогда не закончится. Друзья, напишите в комментариях, кому бы вы отдали эту коробку. Фанату BTS или Blackpink? Молли после тренировки заслужила на конфету. И внезапно заметила свой снимок Blackpink в мусорной урне. Кто посмел это сделать? Есть на премете один подозреваемый. Хватит искать компромисс с этим любителем BTS. Это полка Молли, и на ней стоят ее вещи, и ничто другое. Парню срочно нужна тумбочка или полка какая-нибудь. Музыка всегда его выручала, и этот раз не стал исключением. Любимая песня подарила полочки для фотографий с любимыми исполнителями. Теперь Молли не достанет до них. Кафе в кампусе – место, где можно поесть и пообщаться со сверстниками. Габриэл практикует здоровое питание. О, Молли ищет свободные места. Но свободна только возле ненавистного ей соседа. Его присутствие портит аппетит, но выбора нет. Габриэл и сам не рад ее присутствию. Сегодня в кафе ограниченное меню. Остался только салат из огурцов, выложенный в форме BTS. На это у Молли аллергия. Молли – официант, знаком с Габриэлом. Он тоже состоит в тайном сообществе фанатов BTS. Молли, якобы случайно припудриваясь, чихнула. И весь пранк переместился на лицо Габриэла. Парень решил выжать максимум из ситуации. Тут два варианта – расплакаться и с позором убежать. Либо сделать вид, что так и планировал. Каждую ночь Молли снится, как она веселится с участниками Blackpink. Пока это всего лишь сны, но вскоре они станут реальностью. Вот бы меня кто-то любил так, как она любит эту группу. Простите. Молли сегодня снится, что она на сцене и десятки тысяч фанатов скандируют ее имя. Ах да, чуть не забыла сказать. Она страдает лунатизмом, то есть ходит во сне и делает всякое. Это не важно, ведь жизнь во сне намного круче скучной реальности, где она живет в общежитии с фанатом BTS, который издевается над ней. Подумаешь, девочка размечталась во сне. Зачем глумиться? Но фанаты снова не поймали ее. Это больно. А еще больнее, что все это заснято на камеру. Нет, только не заливай это в ТикТок. Минуточку. Видео с невероятной скоростью набирает просмотры и лайки. Нужно срочно еще что-то снять. Габриэл не может допустить, чтобы Молли была популярнее него. На этот случай у него есть куча фейтовых аккаунтов. Поешь дизлайков, соседка. Неприятный сюрприз для новоиспеченной блогерши. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, чтобы победить соседа-злодея. О, спасибо, друзья. Как тебе такое, Габриэл? Тю, даже одного раунда не выстоял. Пошалили и хватит. Нужно продолжать подготовку к кастингу. Война с соседом забирает много энергии. Стоит сосредоточиться на главном. Молли посмотрела в Ютубе упражнения для распевки. Ого, а может лучше пойти к настоящему учителю пения, чтобы он сказал ей, что это не ее. Но она не сдается. Габриэл решил, что это крик морского чудовища и поспешил покинуть корабль. Молли решила, что это он от зависти. Эй, юное дарование разбило мне камеру. Ты за это заплатишь. Хватит на сегодня пения. Делать поделки из ничего у нее получается гораздо лучше. Фоторамки в форме нот весьма оригинально. Это единственные ноты, которые она может взять. Для кастинга нужна новая одежда. Молли врывается в мир шоппинга. Среди дорогих брендовых вещей она смогла найти настоящий бриллиант. Свитшот Блэк Пинг. Для нее это святое, как корова для индусов. Окружающие считают ее сумасшедшей. А она просто фанатка, что по сути одно и то же. Ей все равно, что это кто-то видит. Глупо стесняться своей любви. Слишком быстро она определилась с выбором покупки. Но Молли все неправильно поняла. 10 долларов стоит вешалка. А свитшот обойдется ей аж в 200 баксов. Эх, таких денег у студентки, естественно, нет. С нисходительным компромиссом стала бирка от кофты. На этом ее шоппинг сегодня окончен. Понравилось видео? Тогда скорее ставь лайк и жми колокольчик, дружочек. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!